Чем же закончится история в нашем случае и как в эту войну вовлечены братья, протестанты, братских народов? Таковы главные аспекты нашей беседы сегодня с начальствующим епископом Российского Объединенного Союза Христиан Веры Евангельской, членом Общественной Палаты Российской Федерации Сергеем Васильевичем Риховским. Идет большая игра. Мне кажется, что мы, как люди церкви, должны для себя четко определиться, мы на чьей стороне? На стороне царства Божьего или на стороне политиков любых рангов, будь то российские, украинские? Перед тем, как мы перейдем к духовным вопросам и отношению братских протестантов Украины и России, и несколько вопросов еще, так сказать, общей политики. Смотрите, Россию исключили из большой восьмерки, ввели и продолжают ужесточать экономические санкции. Россиян, простых людей начинают ненавидеть в Европе, в Америке в частности. Это что, предвзятые отношения к России или все-таки последствия агрессии Кремля? Вы знаете, прежде всего хочу отметить, что я очень благодарен Богу за народ, в котором я живу, за мой российский народ. Он очень многообразный, более 170 национальностей. Я имею в виду Россию. Я очень благодарен, что ни на йоту не изменилось в моей стране отношение к украинцам, отношение к европейцам, отношение к американцам. Да, есть, может быть, определенная пропаганда, любая пропаганда, любое информационное поле, оно зомбирует. Любые новости, которые подаются, любые, скажем, интерпретации любых событий, естественно, они как бы зомбируют человека. В связи с трагическими событиями в Одессе вы сделали официальное заявление, выразили соболезнование. Игра соболезнования. Да, скажите, пожалуйста, почему подобных заявлений вы не делали, когда погибали люди на Грушевского в Киеве? Тогда вы молчали. Вы знаете, наверное, до вас не дошло мое тоже заявление о соболезновании. Я стараюсь те страшные события, глобальные события, которые меняют ход истории любого государства, особенно если там гибнут люди. И не важно, они правые, левые, правый сектор, левый сектор, любые люди, подчеркиваю еще раз. Граждане Украины, граждане любого государства, я всегда делаю заявление о соболезновании. Я просто знаю, когда все закончится, все успокоится, когда, как я написал в последнем своем заявлении, техника уйдет в ангары, когда страсти успокоятся, когда политики найдут все приемлемые решения. Останется, к сожалению, память, генетическая память. И она не угаснет на протяжении десятилетий. Вот это самое страшное из того, что происходило в Киеве, в Одессе, что происходит в Славянске. Это самое страшное, что может быть. Если меня спросите, на чьей стороне Славянске, я на стороне украинского народа. Скажите, читали ли вы заявление вашего украинского коллеги, брата, епископа Михаила Паночка, которое он озаглавил «Братским духом и не пахнет». Ну да, конечно. Более того, мы встречались в Иерусалиме, на Святой Земле, на Страстной неделе. Если я не ошибаюсь, он это заявление сделал после встречи с вами, не правда ли? Ну, не только со мной лично. У нас было две делегации. Делегации украинских церквей, руководителей и российских церквей в лице руководителей. Ну, ваш адрес достаточно жестко он выразился, братским духом и не пахнет. Прокомментируйте это заявление. Знаете, я не комментирую. Ну, придется. Тех людей, которые, вот, наверное, мы с вами беседуем какое-то время, я не знаю, почувствовали во мне некое, скажем, братский дух, не братский дух, дух русского национализма или еще что-то. Думаю, что, наверное, нет, потому что я считаю, что любой дух национализма – это дух преисподний, это дух из ада. Поэтому, когда в любом заявлении, будь то моего драгоценного брата, возлюбленного Михаила Степановича Паночка или любого другого человека чуть-чуть попахивает национализмом, мне немножко не по себе, мне вот есть запахи, которые каждый из нас не любит. Я не люблю запах национализма. Я хотел бы для вас прочитать отрывок этого заявления, которое сделал епископа Украинского Союза Михаил Паночка. И с этого отрывка два вопроса у меня к вам будет. Он пишет. У нас есть духовное преимущество в том, что мы для России сделали много добра. Сотни наших миссионеров приезжали на пустынные места бескрайной России, проповедовали людям, спасали, строили дома молитвы от Тамбова до Магадана. Украинцами открыты тысячи церквей, где люди слышали доброе слово, обращались к Богу, становились честными гражданами Российской Федерации. Поэтому вклад духовный украинского народа в Россию огромный, но она это не оценила и не ценит. И я в этом вижу большой грех неблагодарности. То есть украинский епископ заявляет о том, что у них есть преимущества в духовном смысле, и второе, вас обличают в большом грехе неблагодарности. Вы знаете, вот я считаю, что это несколько необъективное мнение уважаемого многое епископа. Да, на самом деле, я весьма благодарен. И я очень часто на больших конференциях наших и соборах выражаю особенную благодарность братьям моим украинцам, которые, и правильно сказал Михаил Степанович, от Тамбова до Магадана и еще дальше. Послали своих миссионеров, строили молитвенные дома. Я очень благодарен, что эти пастыри, которые миссионерами начинали, сейчас стали пастыри, епископы, они стали прекрасными служителями российских союзов, не только того союза, которым я вам увожу, но и других уважаемых союзов. Я очень благодарен Богу за их посвященность, верность и любовь к российскому народу. В самом деле, это высочайшая миссия моих братьев-украинцев. В советские времена, если в России был жесткий террор, в Восточной Украине он тоже был, в Южной тоже, в Западной Украине, вы знаете, может быть, менее там присутствовала советская власть, ну, скажем, по срокам присутствия, только после войны фактически. Мне представляется, что вот даже где-нибудь во Львове, в транспорте, в советские, в самые кантовые времена, если вы заходили в автобус или там на улице, люди здоровались, я не знаю, откуда вы родом, может быть, с Украины, может быть, если вы родились уже в Америке, но люди здоровались не так, как в России, здравствуйте, товарищи, а здоровались, слава Христу, в обеке славы, вот так здоровались люди там. Естественно, дух христианства там сохранился больше и глубже, он пробитал всю Западную Украину. Я очень, еще раз подчеркиваю, благодарен благоценным братьям. Хотелось бы услышать, в чем необъективность. В чем необъективность? Необъективность в том, что эти же самые братья, которые были когда-то направлены сюда, в Россию, на миссию, и стали прекрасными пастырями, епископы, они почему-то не спешат, скажем, вот так поддержать эту позицию, которую сказал Михаил Степанович. И я еще раз подчеркиваю, что это для меня не самая главная, скажем, правильная оценка, Михаил Степанович, неправильная. Мне только вопрос один. А что, до того, как сюда поехали миссионеры, в Россию была пустыня духовная? Разве в России не было в подпольном, писяческом движении, в баптийском движении, иных евангельских объединений, сотни, тысячи церквей? Да, наверное, были построены молитвенные дома, и слава Богу за украинскую помощь. Да, были посланы потрясающие миссионеры, я могу назвать эти имена, которых я чту, уважаю, люблю, известных пастырей-ебископов. Но давайте не забывать о том, что в России было множество церквей и до этого. Да, они были подпольными, они были незаметны, они были гонимы, но времена были другие. А вот то, что когда пришла свобода, мы всем миром, конечно, для меня печально, вот вы накроетесь в прекрасном городе Сакраменто, я не знаю, сколько людей выехало в Сакраменто, думаю, наверное, десятки тысяч с территории России, Украины, и которые осели там. Вот, может быть, украинцы восполнили тот отток иммигрантов, которые уехали в Америку, в Германию, в другие регионы мира. Слава Богу за это восполнение. Но давайте будем объективны. На самом деле, если мы думаем, что те, кто... Я просто возвращаю нас к апостолу Павлу, который пишет о том, что один насаждал, он даже там имя говорит, другой поливал, но взращивал Бог. И он сказал интересную фразу, которая вот мы... Почему я не согласен по сути, по правде Божией, вот с этим заявлением моего драгоценного брата Михаила Степановича, потому что там написано, что и насаждающий, и поливающий есть ничто, а все Бог взращивающий. Если мы говорим, что это мои дети, я их насадил, дорогой брат, не забудь перезать пуповину и вовремя отпустить эти церкви и этих драгоценных служителей на той новой ниве, которую дал им Господь. Да и церковь тоже не наша, а Божья. Мы просто соработники на его ниве. Мы часто очень многое приписываем себе. Я считаю, что мы должны настолько умолиться пред Господом и смириться пред Ним и сказать, Господи, спасибо, все, что мы со слезами сеяли и думали, что это наше, ты взрастил, ты сегодня сделал величественным, могущественным, прекрасным. Спасибо тебе, Господи. Мы договорились в Иерусалиме вместе с моими братьями, украинскими руководителями, что после выборов президента Украины мы приедем в Украину, все главы протестантской церкви Российской Федерации, мы приедем не просто в Украину, даже не в Киев. Мы приедем на Западную Украину все вместе, чтобы провести следующую после Иерусалима встречу. Скорее всего, она будет где-то на Западе Украины. Место сейчас согласовывается. Я думаю, что у нас там будет много возможностей помолиться вместе, поддержать друг друга. Я еще раз подчеркиваю, для меня величайшее привилегие в тот момент, когда я почувствую в духе, и мы все согласимся вместе поехать в Украину, быть там и молиться вместе с украинским налогом. Многие аналитики считают, что сейчас вы не хотите посещать Украину в соображениях дипломатии, что может Путин на вас обидится. Вы знаете, никогда никакие свои действия не совершал в оглядку на Кремль, чтобы на меня кто-то там обиделся. Более того, скажу, что много политиков в России, которые на меня весьма обижены. Весьма обижены за нашу активность, даже гиперактивность в духовной сфере, в социальной сфере, в общественной сфере. Некоторые хотели бы, у нас была масса судов, если уж откровенно честно, они идут регулярно, ежемесячно, где в судебном порядке мы защищаем наши ценности, наши церкви, нашу социальную и общественную деятельность. Не всем в России нравится, что мы есть. Не всем в России нравится, что мы весьма активны. Огромное количество людей нас хотели бы в упор не видеть. Господь сделал так, что я появляюсь часто на общероссийских каналах. Первый канал НТВ, ТВЦ, Россия-1, моего друга Владимира Соловьева и прочее, прочее, прочее. Я стараюсь очень конкретно, четко проводить позицию Евангельской Церкви России, невзирая ни на политиков, ни на чиновников, ни на что. Я это говорю откровенно, я это говорю публично. Я полагаю, что моя позиция не будет меняться в зависимости ни от каких политических амбиций. Скажите, считаете ли вы братом, исполняющего обязанности президента Александра Турчинова, своим братом и вообще считаете ли вы его христианином? Мне представляется, что в одном из своих последних интервью он напомнил всем, что он остается баптистом во вероисполеданию, он остается братом во Христе для всех христиан, независимо от конфессии, будь то православные, греко-католики, католики, протестанты. Мне кажется, что он четко заявил о том, что он считает себя братом. В Писании написано, что любовь всему верит, и я верю ему, я верю ему, который сказал, я брат, как христианин для всех. Если он это сказал с этой точки зрения, я считаю его своим братом во Христе. Скажите, какой ваш прогноз дальнейшего развития отношений братьев-протестантов Украины и России? Я считаю, мы начали очень хороший диалог в Иерусалиме. Да, мы не подписали ни одного заявления, мы даже не выпустили пресс, релиз. Это не важно. Важно, знаете, как написано в Священописании, не пренебрегая начаткам. Я считаю, что это очень хороший начаток. Фактически такая встреча на уровне глав за постсоветские времена, на уровне глав всех евангельских крупных союзов, Россия-Украина, произошла впервые. Еще один вопрос. Вы сказали, что близки к Украине. Скажите, вы лично верите, что в Украине присутствуют бендеровцы, продвигая нацизм и фашизм? Вы знаете, учитывая, что я за все это время не был в Украине, пока начались эти события на Майдане, вот я живьем не видел ни тех, ни других. Все, что показывает телевидение, это всегда субъективно. Поэтому, если Господь, буду жив и здоров, если Господь мне соблаговолит съездить в Западную Украину, ну, хотелось бы найти, посмотреть хотя бы, ну, одного живого бендерца. То есть вы пока не знаете? Вы знаете, вот точно так же, как российское телевидение показывает нам, россиянам, свою интерпретацию того, что происходит в Украине, точно так же украинское телевидение показывает своему народу, как интерпретацию того, что происходит в Украине, точно так же европейское телевидение, американское. Поэтому я стараюсь... Знаете, у меня есть такой очень важный принцип. Много можно слушать слухов, смотреть разных, скажем, рекламных роликов, но вот я бы хотел здесь, наверное, уподобиться тому Фоме, который сказал, хотя это не самый большой герой мой евангельский, который сказал, я хочу хотя бы дотронуться и убедить. Наша врань не против крови и плоти, не против человека, а против духов злобы и поднебесной, против мироправителей тьмы века сего, чтобы нам не перепутать врага, чтобы нам никогда не сражаться с своим братом, с человеком, а противостоять силам тьмы. Да поможет нам Бог, и как говорил один великий протестант в Европе, на всем стою и буду стоять, и да поможет нам Бог. Спасибо за интервью. Благослови вас Господь. Благослови вас Господь.